Сегодня на многих улицах городов и районов идет активное строительство велодорожек и тротуаров. Возможности для социального дистанцирования и безопасного передвижения, несомненно, радуют. Но не нужно быть специалистом, чтобы увидеть, как в некоторых частях они не соответствуют нуждам пешеходов и велосипедистов и правилам безопасности. Технический контроль, авторский контроль проектных организаций и внутренний контроль подрядчиков в неудовлетворенном состоянии. К такому выводу пришла рабочая группа областного хокемиата, проинспектировавшая ход работ. Результаты проверки были озвучены и показаны на видеоселекторной встрече в администрации области с участием всех ответственных руководителей. Так, на улице Багдад, города Самарканда, внутренняя часть прокладываемых лотков не очищена от мусора. Швы бетонных тротуаров по Мирсаид-Барака не заполнены битумом. Вокруг тротуаров по улицам Нотра-Бегим, Абу-Бакар-Рози нет озеленения и не проведено благоустройство. На территории Самаркандского государственного архитектурно-строительного института не установлены фонари ночного освещения. Отсутствует гидроизоляция водоотводных лотков. Стыки между угловыми частями бетоном не заполнены. Подобные недостатки выявлены во всех районах области. Приведены конкретные случаи, когда посреди велодорожки стоит опора линий электропередач. На кадрах можно видеть небрежную работу строителей. Отломанные части бетонных тротуаров. Трещины посреди пешеходной дорожки. Также на местах строительство велодорожек и тротуаров не завершено, хотя по срокам проходит больше месяца. Глава региона предложил рассмотреть этот вопрос на очередной сессии областного совета народных депутатов. А инспекции государственного архитектурно-строительного надзора Самаркандской области более ответственнее относиться к своим служебным обязанностям.